Давайте сразу обозначу два ключевых момента. Первое. Да, игроки Destiny недовольны в последние месяцы тем, как развивается игра. Да, я сам говорю об этом на канале, но говорю именно потому, что мне небезразлично эта серия. Но это не делает любого человека, критикующего игру и её создателей, хейтерами, которые клянутся ненавидеть что-то ради того, чтобы ненавидеть. Окей? Второе. Я также прекрасно понимаю, что первый пункт многие пропустят мимо ушей и скажут, что я просто поддался хайпу. И с этим я ничего уже не сделаю, не смогу переубедить. Но я достаточно изголодался по искренним впечатлениям от видеоигр, чтобы душнить и делать вид, что есть основания не доверять анонсу новой игры от студии Bungie. И душить в себе искреннее впечатление я не собираюсь. В этом видео я буду много говорить на эмоциях, но именно этим для меня оно и ценно. Потому что я соскучился по таким чувствам от анонсов. Я не помню, чтобы за последние несколько лет у меня хоть какой-то игровой трейлер вызывал столь сильное волнение, восторг и жадное ожидание. На момент, когда я опишу этот видос, не прошло и суток с представленного трейлера. И разумеется, спустя время эмоции улягутся и я смогу более трезво оценить материалы к марафону. Но прямо сейчас я готов ходить по домам, стучать в двери и спрашивать «А вы видели, что нам подарил спаситель наш Джо Кросс и Банжи? Жирно? Объяснять?» Объясню, но сначала лайк поставь, а я пока рекламу покажу и потом начнем. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется постоянно много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Двинге есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLE VIBE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. На выставке PlayStation Банжи анонсировали свою новую игру. И это марафон. Как привыкли говорить в низкоуровневом отечественном игрожуре, для среднестатистического постсоветского геймера эта серия прошла незамеченной. Но по сути своей, это важнейшая франшиза, которая вывела студию Банжи в AAA ранг студии и дала начало целой череды топовых sci-fi шутеров. Марафон, Halo, Destiny. Я уже рассказывал на канале в большом фильме то, как Банжи делала свои первые шаги на рынке видеоигр. И вот вторая часть того фильма как раз была полностью посвящена истории разработки Марафон, вышедшей в 1994 году. Сейчас этот фильм лежит на моем бусте, так что если интересна история создания оригинальной серии, то это туда. И сами узнаете побольше о серии и канал поддержите. Я все же старался. А мы сегодня здесь будем говорить о том, что это за новая игра, почему это поистине важный анонс для фанатов, при том что мы саму игру то еще не видели. Я поделюсь своими ожиданиями, эмоциями и попытаюсь объяснить, почему она так точно сработала именно на меня. По словам Банжи, Марафон стоит относить в жанр экстракшн шутер. Это ответвление жанра королевской битвы, в котором работают похожие механизмы, но в итоге дают совершенно иной результат. Если в королевской битве вы появляетесь вместе с десятками других игроков, а затем по ходу матча зона замыкается, вынуждая вас биться за все более и более тесный участок карты, то экстракшн шутер противоречит многим основам батл роялей. В матчах экстракшн, как правило, участвует гораздо меньше игроков, но на все так же большой карте. Высаживаются они всегда в неизвестной местности, и их цель – добыча. Но не мимолетная, которая позволит быстрее и эффективнее одержать победу в конкретном текущем матче, а более значимая, такая как, например, сбор мощных артефактов. Темп игры также намного медленнее в таком режиме, нежели в королевской битве. Он более тактичный, и стратегия в нем куда предпочтительнее скилла в стрельбу или в стройку. Ключевое же отличие заключается в возможности выйти из игры с добычей победителем без необходимости оставаться последним выжившим. Для тех, кто играл в Escape from Tarkov или Hunt Showdown, объяснять не нужно. Но при том, что обе игры мега успешные, со своей большой фан-базой, они все равно замкнуты в своем пузыре и довольно непросто привлекают к себе новых игроков. Меня, например, отталкивает суровый реализм в Таркове, и это довольно большой стоп для того, чтобы даже попробовать игру. Из Hunt та же история, на самом деле. Хардкор, сеттинг, высокий порог входа по скиллу, и все, мы перед высоким забором. Так вот, судя по тому, что я вижу в анонсе Банжи, этот барьер рушится. Поскольку все, что у нас есть с анонса, это визуальный концепт, трейлер и дневники разработчиков, то и судить об игре мы можем только по этим данным. Так что я прямо скажу, что визуал продал мне игру примерно так. Вопреки поверхностным комментариям, это мультики какие-то. Объясню. Игра выполнена в стиле графического реализма. Этому стилю свойственны контрастные цвета, плоскость. Иллюстрации в таком направлении часто напоминают комиксы или 2D-анимацию. Но при том детализация никуда не уходит. Образы людей, например, выглядят скорее как фото или портреты, но с чередой фильтров или обработанных нейросетью. При том это яркие, смелые образы. И даже если речь идет о мрачных вселенных, они все равно находят пространство для цвета. На самом деле, я бы даже сказал, что даже Destiny более близка к такому визуальному стилю, чем оригинальный марафон. Который в своем арте выглядел брутально мрачным и гиперреалистичным. Ну, насколько позволяла графика тех времен. Полагаю, что это может разочаровать тех, кто ждал ремастера именно в таком настроении. Но при том я сам удивлен смелостью принятого стилистического решения и тем, как оно органично смотрится в выбранном жанре. И ведь красочность эта не стерла мрачность вселенной. Банжи показали образы и локации, которые выглядят гнетуще. Описали сценарии, в которых игрок постоянно ощущает опасность во время исследования зоны. На фанатском форуме марафона, того самого из 90-х, люди пишут после вчерашнего анонса, что я, конечно, тоже когда-то представлял себе, что ребут марафона будет близок вот к мрачному такому настроению оригинала, но с современной графикой. Но столь смелое переосмысление просто восхищает меня. Ну и коли уж говорим про стиль. Над этим визуалом в роли арт-директора работал Джо Кросс, фанатом которого я являюсь, как только стал более-менее детально изучать арт в Destiny, для того большого видео, вы помните. Это он задавал тон игры в 2012-13 годах. Разработал всю айдентику классов и графической составляющей игры. Переоценить его вклад просто невозможно, можно перечислять и перечислять всё, что он сделал. Всё, за что мы любим внешний облик Destiny, его работа. Более того, Джо работает с ведущими киностудиями и брендами спортивной одежды, и при строгих эмбарго почти никогда не говорит о том, над чем сейчас работает. Так, к примеру, выйдя из кинозала после первого просмотра Дюны Вильнёва, я сразу сказал, что кажется приложил руку к этому всему Джо. Все эти корабли, архитектура, костюмы были очень мне знакомы. Так и оказалось, спустя несколько недель Джо стал выкладывать концепты своей работы над фильмом. Так что да, я фанат, я этого не отрицаю, но тут тот самый случай, когда доверие заслужено чередой первоклассных продуктов. И знаете, это как марка качества, если какой-то человек работал над продуктом, ты понимаешь, что говна он как бы не сделал, и за говно бы не впрягся. Тут, конечно, важно понимать, что шутеров с ярким визуалом, динамичным геймплеем и в популярных жанрах много, какие-то успешны, какие-то забываются спустя неделю после релиза. Но вот что отличает марафон от тех самых других, это четкое осознание студии своих сильных сторон. Что умеют делать Банжи так, как не умеет никто? Ну, кроме того, чтобы вырезать платный контент. Ответ – идеальные ощущения от стрельбы и неповторимая работа с визуальной составляющей в любой серии. Элементы дизайна Destiny узнаваемы и задают тон другим играм. Хейла обладает культовыми узнаваемыми образами персонажей, наравне с отцами Doom или Half-Life. Так что то, что Банжи жестко вложили силы именно в разработку графики и визуала новой франшизы, или будет это штучной игрой, это просто их канон. Джо Кросс уходил из студии спустя, кажется, два года после релиза Destiny 2, поработал за это время в Голливуде и в мире моды, а потом вернулся в студию и сделал арт-портфолио еще круче. У него потрясающая насмотренность, неограниченная играми или какими-то определенными жанрами, и это позволяет ему создать как охрененную коллекцию для крупнейшего производителя спортивной одежды в нашем мире, так и айдентику производителя космического оружия в мире игровом. Второй аспект, который я назвал – стрельба. В шутерах Банжи она идеальна. Громкое слово. Да, но это один из тех моментов, о котором говорят все, кто хоть раз играл в Halo или в Destiny. Они могут ругаться на контент, на непонятный сюжет, но не на ощущение от стрельбы. Еще мы можем ругаться на сетевой код, и ругаемся, на отсутствие выделенных серверов, из-за которых попадания по противнику регаются тогда, ну, не знаю, когда захотят. И, кстати, Банжи сразу сказали, что на самом старте работы над Marathon завели отдельные сервера, потому что без них игра бы не имела никакого смысла. Она вся построена на соревновательности, ну и без нормальных серверов кому она нужна? Так что, аллилуйя, хоть в какой-то игре от студии можно будет нормально в PvP. Банжи также уделили в презентации особое внимание реиграбельности и вариативности путей игры. Да, фраза про «играй так, как ты сам хочешь» уже превращается в клише, но в рамках жанра Extraction Shooter она довольно уместна. Меня, например, зарядили историей разработчиков, которыми они поделились в духе «я почти собрал артефакт и был готов выйти из игры с этими фрагментами, но тут услышал рядом стрельбу и мне стало сложно решить рискнуть или нет». Вот это вот чувство риска и угрозы, смешанность с жадностью исследования, довольно новое для фанатов проектов студии Банжи. Ни одна игра не предлагает такого. В Destiny ты всегда играешь либо по скрипту, либо с командой, которая всегда прикроет и позволит ошибиться. Не знаю, как вы, а я о подобном жанре мечтал еще, учась в школе и играя в Сталкера. Вот бы мне игру про зону, артефакты и опасность. И с другими людьми, чтобы. И да, тот же Тарков скажет кто-то как раз ближе к этой идее Сталкера. Но, как я сказал, душный хардкор и сеттинг были стопами для меня лично. В случае же с марафоном, у меня просто идеально легла карта. Интересный жанр, одна из любимых студий и заманчивый дизайн и сеттинг. Социальная составляющая в игре также будет важна. Вы можете играть в одиночку или команда из трех человек. Можете убивать всех, кого видите, а можете оставить в живых или смочь даже в какой-то кооператив. Также игроки смогут отслеживать рейтинг бегунов, так называются игроки, чтобы знать лучших из лучших в зоне. Плюс можно найти эволюцию отработанных в Destiny 2 механизмов изменения мира игры от достижений первой в мире команды. Как с гонкой на рейт Day 1. Команда прошла первой в мире рейт и открыла что-то новое для всех остальных игроков. В рамках новой игры в марафоне измененная механика звучит очень круто и уместно. Я искренне желаю удачи Банжи с этим проектом и буду пристально следить за ходом разработки и новой инфой. Я буду ждать альфа и бета доступов и конечно буду делать контент по ней на канал. Такие вот у меня эмоции. Знаю, звучит как лютый оверхайп по игре инфы, о которой кот наплакал, но что поделать. Настолько точно она в меня попала, что я сам не ожидал. Я вообще ничего особенно не ждал от новой игры Банжи, но теперь кажется марафон я жду больше, чем дополнение к Destiny. И единственное, что меня сейчас сильно интересует относительно Destiny 2, это то, что там будет после финальной формы. В остальном кажется, что я до следующего допа буду играть в нее в энергосберегающем режиме, а не фармить каждое оружие до идеала и вот это вот все. Когда-то я ждал с таким же зарядом эмоций Destiny и посмотрите к чему это привело. Спасибо за просмотр, не забудь про лайк и подписку. Пока бегун.